Уважаемые представители краевой администрации! Горэлектротранспорт требует к себе внимания! 2002 год. Не успел еще вновь испеченный губернатор Александр Хлопонин приступить к своим обязанностям, а первыми его встретили озлобленные пикетчики из горэлектротранса и ЖКХ во главе со своим неугомонным лидером Ниной Михалевой. Ее стаж в гортрансе 46 лет и почти всегда она была профсоюзным боссом. За это время все, конечно, поменялось кардинально. Профсоюзы, те, которые когда-то были школой коммунизма и выдавали бесплатные путевки и даже квартиры, приказали долго жить. Нужно было учиться работать в новых реалиях. Особенно был в 90-е годы, он очень, сказать, у нас лихой. Вот тогда мы учились работать, учились, как себя вести с работодателем, учились, как себя вести с властью, учились, как вести себя с бандитами, потому что все приходили и все требовали, и всем все хотелось. Вот, ну, слава богу, выстояли. И я считаю, что сегодня профсоюз, он как бы должен уже выходить на новый уровень, хотя не совсем все так это быстро идет, но тем не менее мы работаем. Тогда, в начале 2000-х, копеечную зарплату у Туни давали вовремя, нужно было бороться, причем не только за свои права. В том числе, благодаря Михалевой тогда отстояли самый экологичный вид транспорта – трамвай. Когда на рынок пришли частные перевозчики, вопрос стоял вообще его ликвидации, ограничились лишь тем, что убрали пути справа на левый берег. 67-летняя Нина Михалева права отстаивать умеет мастерски. Она же много лет проработала путейщицей, припечатать может так, что мало не покажется. Но это если кто на русском литературном плохо понимает. Быть начальником службы пути и не владеть ненормативной лектикой, работая с путейцами, это невозможно просто. Там по-другому никак. Там только некоторые слышат именно те слова, которые хотят слышать. «Защита интересов трудящихся» – это устаревшая фраза из времен СССР, для кого-то может быть и смешна. А для Нины Ивановны это образ жизни. Она с гордостью говорит у них на предприятии «Островок социализма». Всем ветеранам, кто проработал 10 лет и более, на все праздники готовят подарки. Если кому надо – мат помощь. Сколько же слез было пролито в этом кабинете. Если безвыходная ситуация, то помощь иной раз можно было ждать порой только от Нины Ивановны. Похоронить какого-то надо человека, допустим. Пришла бабушка, она божий одуванчик. Она не работает у нас, а фактически в церкви служит. Муж, наш слесарь бывший, умер. Куда идти? На родное предприятие. Помогли, так она меня в трамвае увидела, чуть не целовала. Нина Ивановна, дорогая, как депутата, как вас лично, как вас женщину, вы поняли наши вот такие проблемы, и вы нам так помогли, мы просто на колени должны перед вами встать. Два срока, 10 лет Нина Михалева отработала депутатом Горсовета. И была, что, увы, не так часто бывает именно народным депутатом. Может быть, больше всех проводила она в встрече с избирателями. И проще, наверное, сказать, кому она не помогала. При принятии решений всегда старалась защищать именно интересы народа, а не кучки олигархов. В нынешнем созыве она не пришлась ко двору. В том смысле, что с компартией, от которой она баллотировалась, разошлась по идейным убеждениям. А чтобы быть независимым депутатом, нужно много денег, которых нет. Да и вообще, чтобы хорошо работать депутатом, плохо ведь она не умеет, нужны силы и здоровье. А этого уже немного. Я вспоминаю сегодня Анатолия Ивановича Матюшенко. Он говорил, Нина, не надо тебе быть депутатом. Ты помогаешь людям, но ты все пропускаешь через себя. Тебе это аукнется в будущем. Ну, оно аукнулось на сегодня. То есть, ну, 10 лет, я считаю, это вполне достаточно. Вполне достаточно, чтобы понимать, что есть власть, что есть народная власть. Со своим любимым мужем Анатолием Нина Михайлева вместе уже 46 лет. У них взрослый сын, дочь, есть внучка. Ее отдушина – это дача, где она обожает выращивать не цветы, а помидоры. Вкуснее, между прочим, чем минусинские. Это ее слабость. А еще одна слабость – трамваи, на которых она иной раз может покататься просто так. На обновленных троллейбусах и трамваях в нашем городе, говорит она, проехать сейчас вообще одно удовольствие. Львята, они очень удобные трамвайчики. Некоторые говорят, там проходы узкие. Но надо худеть, тогда проходы будут нормальные. А так очень даже приятно. Но я с точки зрения еще какой говорю, я же путеец. Вот я еду, рельсы низко. Не пешком можно идти, а можно сидеть из окна смотреть и видеть все недостатки, какие находятся в рельсах. Должность у Нины Михалевой выборная. Следующие выборы должны состояться через три года. Она хотела уже раньше времени сложить полномочия, но ее не отпускает. Куда же без нее-то в коллективе? И в горе, и в радости. Кстати, про радость. К 50-летнему юбилею появления в нашем городе трамваи Нина Иванова написала настоящий гимн красноярскому трамваю, где музыка и слова – ее. Ты очень дорог нам, на старый друг трамвай. Твои маршруты нам знакомы с детства. Так будь здоров и процветай, так будь здоров и процветай. Тебя потомкам мы подарим, как наследство. Так будь здоров и процветай, так будь здоров и процветай. Тебя потомкам мы оставим, как наследство. Наталья Кичина, Владимир Антонов. Новости ТВК.